МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажем о гибели рабочего в пункте приема металлолома. И как мужчина за 61 год водительского стажа перепутал педали газа и тормоза. На тормоз хотел нажать, но хотел, и получился, на газ нажал. И блин. И к чему это привело? Это и не только прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 27-летнего мужчину за рулем угнанного им Хюндая задержали автоинспекторы на улице Беломорская после погони. Он угнал машину прямо на глазах ее хозяина, а не соседи. Стояли у подъезда, машина была рядом. И вдруг мужчина сел в чужой автомобиль и скрылся. Елена Саляхова с подробностями. У вас прикол какой сейчас? Или что? Они гнались за иномаркой больше часа по всему городу. Ориентировка на угнанный автомобиль поступила экипажем ГИБДД минувшим вечером. Заметив, похоже, по приметам автомобиль, пытались остановить. Но водитель не подчинился. Началась погоня. Остановить его смогли на улице Беломорская. За рулем сидел этот 27-летний мужчина. Документов на машину и водительских прав при нем не было. Зато было алкогольное опьянение. Услышав, что машина в угоне, сделал удивленный вид. Уверял, что этот автомобиль его собственность. Это мой автомобиль? Ваш автомобиль? Конечно. А почему гнались тогда за вами? Потому что я хотел угонять от него. Но, как установили полицейские, машина принадлежит его соседу. Они стояли у подъезда. Машина стояла заведенная с ключами в замке зажигания. И тут нетрезвый мужчина запрыгнул в салон и уехал. Хозяин машины обратился в полицию. По данному факту, в отдел полиции авиастроительной управлением ВД России по городу Казани от владельца транспортного средства поступило заявление. Теперь во всех обстоятельствах будут разбираться полицейские. Мужчине за угон автомобиля грозит уголовная ответственность. Но если владелец машины его простит, то дело, вероятно, можно будет закрыть в суде за примирением сторон. Кроме того, ему предстоит ответить за вождение в нетрезвом виде. Елена Саляхова, Константин Бушуев. Вызов 112. 45-летний мужчина погиб из-за хлопка газа в пункте приема металлолома. Трагедия произошла этим утром в Черемшанском районе. Возгораний или каких-либо разрушений в здании нет. Прокуратура организовала проверку по факту смерти рабочего. По предварительным данным, мужчина получил смертельные травмы из разрыва газового баллона во время проведения газосварочных работ. Личность погибшего установлена. Им оказался житель села Шишминская крепость Черемшанского района. На место происшествия оперативно выехал районный прокурор. Назорное ведомство организовало проверку соблюдения требований безопасности при производстве работ. Мужчину с ножевым ранением обнаружили накануне ночью в одном из домов на улице Гвардейская. Прибывшие на место полицейские выяснили, что мужчина получил удар ножом в печень во время ссоры со своей супругой. Стражем порядка свой поступок женщина объяснила тем, что уже давно не хотела жить со своим мужем, но решиться уйти от него не могла. В этот вечер между супругами снова началась ссора, и тут под руку женщине попался нож. Ее сразу же задержали и увезли в отдел. А мужчину на карете скорой помощи увезли в больницу. Пожилой водитель «Шевроле» стал причиной столкновения трех автомобилей на проспекте Альберта Камалеева. Вину свою он признал полностью и рассказал, что это первая авария по его вине за 61-летний стаж вождения. Причиной же столкновения стало то, что мужчина попросту растерялся и перепутал педали газа и тормоза. Но вся Минязова продолжит. На тормоз хотел нажать, но хотел, и получилось, на газ нажал. И блип. А, вы перепутали газ с тормозом? Вот, да, да, да. Водитель «Шевроле» не стал выдумывать отговорки и рассказал все как есть. Отметил, что отвлекся, когда подъезжал к остановившимся на светофоре машина. Но вместо того, чтобы затормозить, поддал газу. Как итог, снес «Вольво», а ту уже откинул на «Ниссан». Мужчина попросту растерялся, хотя за рулем уже больше полувека, и подобных инцидентов в его жизни практически не было. С 59-го года за рулем. И ни разу? Ни разу никакое отношение. Мне только вот задницу один раз ударили, и то я не виноват. Ударили, меняли капот. Вот я до сих пор. Вот года четыре уже вообще за этим зимой вовсе не езжу. Стоять зимой. Потому что некуда. Удар был достаточно сильным, но благодаря сработавшим подушкам безопасности в аварии никто не пострадал. Я виноват, виноват, виноват. Я ничего не сказал. Я сразу сказал, этому тоже. Вы признаете, потому что я виноват. Как тут отрицать? Восстанавливать же свою иномарку пенсионер, скорее всего, будет за свой счет. Нафиса Минязова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Две иномарки не поделили дорогу на улице Баке-Урманщи накануне вечером. Там столкнулись автомобили Киа и Шевроле. Удар был достаточно сильным. У обеих машин сработали подушки безопасности. Пострадала только автоледи за рулем в Шевроле. Кто виноват в аварии, расскажет Рамиль Шайдулин. Подкрыльник. Передний левый подкрыльник, да? Да. Водителю Киа крупно повезло. Она делался испугом. Чего не скажешь об автоледи из Шевроле. Женщина сильно ударилась головой об руль. От более печальных последствий ее спасла подушка безопасности. От помощи медиков вы отказались? Вас осмотрели? Они хотели меня увезти просто в больницу. У меня просто переносится, очень сильно болит. И у меня давление поднялось. По предварительным выводам автоинспекторов, именно автоледи за рулем в Шевроле и устроила эту аварию. Женщина ехала по Оренбургскому проезду и решила повернуть на улицу Баки-Урманча. Доехав до перекрестка, она увидела желтый сигнал светофора. Решила, что еще может проехать. Однако маневр не удался. Я ехал с той стороны, девушка ехала с той стороны. Начала поворачивать налево, не пропустила меня и произошло ТТП. От помощи медиков женщина отказалась. Свою вину она признала. Теперь разбираться в аварии будут в госавтоинспекции. Рамиль Шайдун, Елена Заряхова, Константин Бушуев. Вызов 112. Повышенное внимание в эти праздничные дни уделяют автоинспекторы соблюдению правил перевозки детей. Рейды проводят регулярно. Их результаты говорят о том, что правила перевозки малолетних пассажиров соблюдают не все. Многие водители сажают на переднее сидение детей, не достигших 12-летнего возраста. К чему это приводит, увидела Эра Атназипов. Меня не устраивает тот факт, что мне выписывают штраф, на доказав вообще, что мой сын не летит. Девушка за рулем Хёнда была крайне возмущена. Ее 11-летний сын сидел на переднем сидении без удерживающего устройства. Хотя ездить без него спереди можно с 12, а на заднем 7 лет. Автоледи посчитала, что сотрудники ГИБДД не установили, сколько в действительности лет ее ребенку. А сразу выписали постановление. Спор вышел весьма горячим. А я обязана вам свидетельство предоставить за его рождение? Его рождение в октябре месяце. Ну это я вам сказала. А я вам так же выбрала, как вы. Давайте пасху. А с чего вы решили, что вам должна пасху предоставить? Нет, вы один вас предоставили, я убедил. Я не буду вам видеть. Будете подписывать? Если нет, то твоих пунктов останавливаем. У меня объеки нет. Что вы твоих пунктов останавливаете? Девушки выписали штраф в размере 3000 рублей. Спустя пару минут автоинспекторы остановили еще одного водителя. В этом случае последствия будут куда весомее. Оказалось, что машина оформлена на юридическое лицо. И помимо водителя, наказание может грозить и организации, и ее руководителю. Сумма штрафа, как правило, достигает 100 тысяч рублей для предприятия. И 25 на должностное лицо. 12 лет еще нет. Вы знаете, что согласно пункту права 2029 права до раздвижения, на переднем пассажирском сидении ребенок до 12 лет должен быть пристегнут к детскому держу в тросе. На заднем пассажирском сидении до 7-летнего возраста находиться в детском держу в тросе. Впрочем, большинство автомобилистов все же соблюдают правила дорожного движения. За это их и поощряли. Мы всегда сидим в крестном настройке. Мы с мамой с папой и папой. В ходе проведенного профилактического мероприятия два водителя привлечены по части 3-й статьи 12-23. Кодекса Российской Федерации об административном нарушении. За нарушение правил перевозки детей, а именно перевозка детей на переднем пассажирском сидении без детского держа в тросе, соответствующего росту и весу ребенка. С начала этого года в авариях на дорогах республики погибли 5 детей. Еще 83 получили травмы. В некоторых случаях трагедию удалось избежать именно благодаря правильной установке удерживающего кресла. Пример тому – лобовое столкновение в Зеленодойском районе в минувшие выходные. Сначала в «Ладу» Калина врезался в «Фольксваген», а затем и «Субару Форестер». Отечественная легковушка восстановлению не подлежит. Трехлетний мальчик, пассажир «Лады», находившийся в кресле, не только выжил, но и не получил серьезных травм. Айрат Нодип, Константин Бушруев, вызов 112. Особое внимание автоинспекторы в эти дни уделяют велосипедистам. С открытием велосезона в столице республики участились случаи наездов на людей, управляющих двухколесной техникой. Только за один день было зафиксировано два таких случая. Нередко ДТП провоцируют сами велосипедисты. Они создают помехи автомобилистам, не слезают с транспорта на пешеходном переходе и пренебрегают световозвращающими элементами в темное время суток. Сотрудники госавтоинспекции провели рейд, в ходе которого выявили пять нарушителей. Всем пятерым выписали штрафы. Кроме того, стражи порядка провели с велосипедистами и любителями самокатов профилактическую беседу, а также вручили им памятки и световозвращающие значки. Вы должны обязательно спешиться и переходить пешеходный переход пешком, даже если нет рядом транспортного средства. Обязательно должны носить вот такие световозвращающие значки и наклейки. Можешь обклеить велосипед, самокат, рюкзачок. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Ольвира Фазвеева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова